друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляете ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставите лайки сегодня начинается двухдневное заседание американского регулятора итоги его будут подведены в среду мы это прекрасно знаем и как раз они же могут стать основным катализатором триггером для движения на финансовых рынках очень много ранее было сказано о том какие решения потенциально возможны по итогам этого заседания почему в этот раз эти итоги будут гораздо интереснее чем ранее потому что сейчас нам важно понять как американский регулятор относится к последнему росту доходности американских облигаций потому что очевидно что такая динамика она больше негативно для американской экономики европейский центральный банк как мы помним на прошлой неделе трухнул из-за этого роста и все-таки решил занять проактивную позицию сработать на опережение и предотвратить еще большее повышение доходности облигаций за счет как вы все прекрасно помните серьезного хода конем увеличение программы экстренного выкупа облигаций в рамках такого же экстренного механизма поддержки экономики в условиях к вида европейский центральный банк расширил лимиты на покупку облигаций 60 миллиардов евро до 100 миллиардов евро в месяц и я думаю что эти лимиты будут выбираться в полном объеме начиная уже с апреля заседание европейского центрального банка решительность и cb стал очень хорошей основой для спекуляций и попыток предположить что аналогичные решения могут быть приняты и американским регулятором если мы в моменте посмотрим на доходности десятилетних трежерис то сможем прямо сейчас друзья увидите доходность 159 процента это конечно же не 13 месячный максимум который мы видели еще накануне доходность уже снижается но все равно это очень высокие уровни которые сейчас продолжают поддерживать позиции американского доллара почему доллар растет и почему мы видим сейчас повышение доходности трежерис тоже очень много раз уже говорил но если вы забыли повторяю друзья то что рост доходность облигаций отражает повышение инфляционных ожиданий а точнее даже свидетельствует о том что трейдеры на закладываются под то что американский регулятор настолько испугается повышение инфляции что напрочь забудет о том каких условиях сейчас находится американская экономика напрочь забудет о том что он говорил ранее по поводу удержания ставок низкими в течение длительного периода времени также как и программа количественного смягчения и начнет ужесточать инвентарную политику я говорил о том что этого не произойдет наверное несколько миллиардов раз очень рассчитываю на то что вы уловили эти сигналы вы согласны с тем что он фрс а не настолько просто чтобы вот так вот отказаться от всего чего придерживался ранее из-за локального повышения доходности облигаций и я очень рассчитываю на то что вы помните комментарии самого американского регулятора что текущий рост доходности трежерис он не отражает органического повышения в расчете на то что действительно фрс может изменить денежно-кредитную политику потому что фрс делать разумеется этого не будет поэтому глядя на текущее повышение доходности американских облигаций это конечно же паническая атака на рынок долга которая приводит к уже привела к распродаже мы не видели такие распродажи десяток лет а может быть даже и больше и эту конечно же спекулятивную атаку нужно останавливать потому что в противном случае если не вмешаться сейчас в игру американскому регулятору а ставка по трежерис будет уже доходности 2 процента уже со всеми вытекающими отсюда последствиями кому интересно друзья можете загуглить посмотреть как рост повышения доходности облигации в условиях в которых находится американская экономика сейчас влияет на экономику вы убедитесь в том что негативных факторов на самом деле больше поэтому торговая сессия среды завтрашний день мы еще раз актуализируем новостной фону я рассчитываю то что американский регулятор закинет удочку и даст общественности трейдером и инвестором пищу для размышлений и допущение того что американский регулятор также может увеличить объем выкупа облигаций при таком сценарии доходность американского рынка долга сразу же пойдет вниз что нам и нужно потому что только эта причина сейчас а повышение доходности трежерис не дает доллару на обвалиться хотя учитывая как растет американский фондовый рынок долга должен быть уже дешевле сейчас растет и доллары американская фанта это странно кстати друзья я вчера не удержался все-таки настолько верю в рост американского фондового рынка чтоб помимо и сын пище и залез у нас да который сейчас остается третьим индексом американского фондового рынка помимо и сын пиду джонса который не добил еще до исторических максимумов и я думаю что там все таки будет еще попытка проточить его повыше к отметке 14000 пунктов сейчас котировки 13139 s&p 3968 пунктов и совсем крохотный шажок остается до 4000 пунктов я очень хочу чтобы это произошло чтобы мы увидели эту круглую психологическую планку очень хочу вас всех поздравить с классным профитом друзья потому что фондовый рынок мы с вами покупали довольно таки давно индекс доллара 91 80 сегодня 1530 данные по уровнячным продажам по прогнозам цифры будут февральски очень слабыми минус 0,5 процента спад с прошлого роста почти на 5 по моему 6 или даже 5 и 7 процента это потенциальный негатив для доллара и рассчитывал на то что слабая статистика все-таки еще раз напомнит трейдерам которые считают что фрс начнет в таких условиях ужесточать монетарную политику что это бредовая идея поэтому по индексу доллара рассчитываю что сегодня локальное давление на него проявится за слабой статистики но основной конечно же пресс я ожидаю от позиции фрс а по итогам уже оглашения и выводов по факту двухдневной встречи которые будут конечно же подведены и сделаны завтрашним вечером не в 68 30 здесь друзья в приоритете остается длинная позиция восстановление мировой экономики экономические стимулы в сша готовность других регуляторов также помогать экономике снятие карантинных ограничений ограничительные предложения нефти со стороны стран опек плюс которые как вы помните не увеличили производства хотя могли бы это сделать и дали вам возможность работать с длинными позициями как минимум до следующего заседания опек плюс который состоится в начале апреля по мнению экспертов сейчас на рынке условия дефицитности примерно на 1 и 3 миллиона баррель как вы помните если бы страна 5 плюс согласовали ранее рост добычи а он мог бы составить полтора миллиона то сейчас мы бы говорили о небольшом избытке вот тогда бы хорошо валились но сейчас дефицит поэтому работаем логично с фундаментом действию по тренду и все-таки вставим на то что он бренд уйдет к более высоким ценовым значением 75 и потенциально даже выше фондовый рынок как я уже сказал 4000 пунктов по снп ждем на знак 14000 пунктов евро против доллара 1 1935 цель 120 мощное сопротивление прямо на прошлой неделе как отбила покупателей но надеюсь на то что не смогут опять же продавцы сопротивляться потенциальному снижению доходности американских облигаций потому что это самый мощный катализатор и если звезды завтра сойдут с таким образом что действительно от фрс мы получим эту позицию которую можем получить снижение доллара даст толчок к росту главному валютному риску и мы все-таки увидим котировки выше отметки 120 по фунту такой же расклад нужно ломать сопротивление 140 мы точно это и сделаем и золото друзья 1735 цели 1760 1800 ближайшие ориентиры которых лично я продолжаю придерживаться на этом собственно все хорошего вам торговой сессии всем пока